На пыльнах это можно назвать платой за цивилизацию. Сегодня в Беларуси что год утворяется каля 3 миллионов тонн бытовых отходов. Сегодня территория, на которой находится только сметя, складает 3,5 тысячи гектаров. Еще несколько месяцев тому же Харьевский высокая Кармянского района, все бытовые смети вывозили на ближайший мини-полигон. Иншая справа, что частка вязковцев поводила себе тут как минимум не по господарску. Привезенные смети могли выкинуть непосредственно на уходе, те у вогули побоч. Увы, никуда трапить на полигон часто было просто немогчимо. Еще одна проблема – живелы. У пошуках ежи не редкими наведывальниками на полигоне были как хатные коты с собаками, так и дикие волки с лисицами. Зараз мини-полигона больше нема, а вывозом смети займается мясовая жилево-коммунальная господарка, якая заключила с ЖКРАМ и отповедные договоры. Некто новое уведение витая, кажется, что это навод больше сручно. Однако есть и такие, кто снова поводит себе не вельми сумленно, хавая смети по ближайших канавах и лесопосадках. Безактивной тлумачальной работы сирот вязковцев не обыстись. Объясняли, конечно, что можно вывозить, что нельзя, что где-то можно из чего-то сделать компост, что-то сдать на макулатуру. Но сейчас люди воспринимают уже это адекватно. По словам работников жилево-коммунальной господарки, обслугование мини-полигону бытовых отходов обыгодится с усим нетанным. Тем больше, что некоторые из их были створены с порушениями природооховного законодавства, а раздельный сбор смети тут в угле немогчимый. По этой причине основная частка мини-полигону зараз закрывается, отходы вывозятся на больше присосованные полигоны, а земля после рекультивации передается сельско-господаршим предприемцам, ци улесный фонд, до речи за невыконание протоколу доручению к керувникам жилево-коммунальных господарок, погрожая пока ранне, уключаючи вызволение займаемой посады. Полигон твердых бытовых отходов у Сапрыки у Чачевском районе вырешили заховать, але так само привели у належный стан, навыто усталевали систему вида назирания. Цяпер привезти сюды забороненные будовничные материалы, ци рыстки древ территично можно, але на практицах это завершится немаленькими штрафами. У природоохондных службах кажут, что процесс наведения парадку находится на постоянном контроле, а информация об усих выявленных порушениях обовязково будет накеровываться к керувникам выконавших комитетов. Существляется поэтапный контроль за выполнением. Например, вот этот полигон сравнительно недавно находился в неприглядном, несоответствующем требованию законодательства состояния. Сейчас, как мы наблюдаем, он приведен в то состояние, в котором должен быть. Отходы подбуртованы, сделана отсыпка-подсыпка отхода, установлены все необходимые познавательные знаки для мини-полигона, режим его работы, в том числе даже установлены фотоловушки для пресечения нарушений законодательства.